Происходит за два месяца до настоящего момента. Двое молодых, определённо неопытных воров. Не таясь, спокойно осматривают заброшенную квартиру, беспечно светя фонариками во все стороны. По настроению похоже, что они пришли на познавательную экскурсию, а не за чужими благами. Не похоже, чтобы здесь кто-то бывал, говорил один, который меньше ростом, комплекцией и, скорее всего, возрастом. Машка не ошибается, откликается уверенно второй. Если она сказала, что мы тут найдём интересное, значит найдём. Серый, смотри, куда идёшь! Младший засмотрелся на аккуратно сложенные возле окна трёхлитровые пустые банки. Чуть не наступил второму на ногу. Странная находка ему показалась. Может принести эти банки родителям, если ничего лучше не будет. Ну, чтобы не возвращаться совсем с пустыми руками. О какой же ерунде он тогда думал. Воры методично обыскивают комнату, но не находят ничего ценного. Старый шкаф пуст, в комоде лишь старая посуда. На этой кровати будто кто-то недавно лежал. Младший неуверенно светит на примятое одеяло, оглядываясь на товарища. Тот с сомнением пожимает плечами, не знает, что сказать. Свет от фонариков нервно перемещается по неуютной, явно нежилой комнате. Где-то протяжно скрипит половица, слышится легкий скрежет. Серый испуганно сглатывает. Лень, давай уйдем! Не нравится мне тут плохое предчувствие! Не нагнетай! Что ты как баба! Фыркает Леня. Это просто старый дом, тут никого нет. Если хочешь кого-то бояться, бойся меня! Бу! Он светит фонариком себе в лицо, довольный усмехаясь. Серый укоризненно качает головой. И кто из них старше? Так, а что это высветил его фонарик? Смотри, там другая... Смотри, там дверь, другая комната! Леня одобрительно хлопает друга по плечу. О, там по плану дома не должно быть комнаты. Перепланировку делали. Уверен, там точно что-то интересное. Серому почему-то страшно приближаться к той двери. У него смутное подозрение, что за ней нет ничего хорошего. Он пытается остановить друга, но тот не слушает. Уверенно направившись к двери, Леня легко ее открывает и изумленно свистит. Серый, приблизившись к другу, замирает пораженный. И есть отчего. Сложно ступить в ту комнату, потому что в ней нет ничего. Ни мебели, ни окна, ни одной вещи, кроме... Кроме горы денег и драгоценностей. Не обмануло именно Леню предчувствие. Я умер? Я умер и попал в рай? Голос друга полон благоговения. Серый широко улыбнулся. Наконец-то, наконец-то и ему улыбнулась удача. Проклятая бедность теперь позади. Он взвизгивает почти по-девчачье. Сняв свой рюкзак, начинает сгребать в него все, без разбору. Любые купюры дороги, они изменят его жизнь. Жизнь его таких же бедных родителей. Старых и больных, бабушки с дедушкой. Леня более вдумчиво относится к вопросу кражи. Забирает только самые большие купюры, поэтому действуют медленнее. Зато драгоценности берет любые, все равно он не отличит бриллиант от подделки. Но полагает, последних тут нет. Даже когда сумки, карманы воров полны, они не торопятся покидать эту чудесную комнату. Вернемся, как отнесем это все в надежное место. Лениво, говорит Леня, лежа на куче денег. Серый пихает его в бок. Жаль, мы не догадались взять с собой шампанского. Фу, я это дерьмо не пью, фыркает Леня. Я тоже. Торопится оправдаться Серый. Как в кино было бы. Да, я себя так и чувствую, как в кино. Довольно кивает Леня, сгребает деньги, подбрасывает их вверх. Наконец, воры находят в себе силы покинуть комнату. Время-то идет, а им нужно будет еще вернуться сюда до окончания ночи. Леня напоследок гладит дверь сокровищницы. Серый улыбается, хочет что-то сказать, но не успевает, потому что слышится жалобное и протяжное. Я маленькое привидение, и я хочу есть. Договаривается жестко, зло. Воры замирают. Быстрее, уходим! Серый быстрее друга приходит в себя, кидается к выходу из квартиры. Леня отстает от него буквально на полшага, испуганно дышит в ухо. Ну, куда же вы? Мне будет одиноко без вас. Останьтесь, пожалуйста! Издевательски конючит непонятно откуда доносящийся женский голос. Неожиданно Леня спотыкается, будто от подсечки. Падает и кричит. Нет, не надо! Надо, Леня, надо! Отвечают ему еще громче, смеясь. Серый оглядывается, в ужасе наблюдает, как на теле Лени появляются длинные царапины. Сначала они глубокие, просто рвущие одежду. Но потом становятся глубже, пропарывают кожу насквозь. Одежда Лени окрашивается в красное. Его крики больно бьют Серого по ушам. Не надо! Помогите! Помогите! Серый, помоги мне! Помоги! При виде жутких ран глаза, губы, носа друга, Серый отворачивается, пытается совладать с дверью. Выбраться. Но руки трясутся, замок не поддается. Сзади слышится булькающий звук. Будто Леня захлебывается собственной кровью. Серый закрывает глаза. Зачем? Не знает. Повсюду и так темно. Вдруг он ощущает касание руки на себе. Мягкое такое, нежное касание. Поглаживает по спине. Последний раз его так трогала, наверное, первая девушка. Проносится ее милый образ всего на секунду. Потом возвращается ужас. Ведь он знает, кто его трогает. Убийца друга. Поглаживание продолжается. Становится настойчивее. Серый не оборачивается. Слишком страшно посмотреть своему страху в лицо. Чего же ты, глупышка, не спишь? Напевают мягко сзади. Он и рад бы оказаться сейчас в постели, а все это, чтобы оказалось дурным сном. Уложить тебя, малыш? Шепчут ему на ухо. Да? Отвечает он робко, боясь противоречить этому шепоту. Тогда пойдем. Его тянут за рукав. Куда? Глупо спрашивает он. В кроватку. Следует, в принципе, логичный ответ. Серый послушно разворачивается. Свет его фонарика охватывает весь коридор. Неподвижно лежащего Леню. Похоже, уже не дышащего. Больше никого не видно. Ты привидение? Таким же шепотом спрашивает он. Хуже, дорогой. Хуже. Серый не пытается вырваться. Послушно идет. Понимает, что у него нет шанса в борьбе. Хочет быть послушным. Возможно, тогда его пощадят? Он снимает рюкзак. Протягивает его в сторону невидимого голоса. Сюда, хороший. Рюкзак падает на пол, словно ненужная, бесполезная вещь. Серый опускается на кровать, ложится поверх одеял. Серый опускается на кровать, ложится поверх одеяла. Фонарик из его руки забирают, выключают, погружая комнату в кромешную тьму. Только с улицы виднеется маленький огонек света от дальнего фонаря. Перенестись бы сейчас туда, спасительную, обычную, пускай и скучную жизнь. Серый чувствует, как кто-то ложится рядом на кровати, обнимает его, словно любимого человека или любимую игрушку. Кажется, к нему прижимаются вполне приятные изгибы женского тела. «Спой мне колыбельную!» Мягко просит голос. «Спи, моя радость, усни!» Он пробует, но его голос сбивается. «Пусть мне приснятся самые лучшие сны!» Шепот звучит обнадеживающе, по-доброму. «Да-да, самые лучшие!» Кивает он горячо. «Какой ты милый!» Серый улыбается, возможно, его и впрямь пощадят. Он же и вправду милый. Во всяком случае, плохим его никогда не считали. На самом деле, он всю жизнь был очень послушным, ведомым человеком. Так и с этим ограблением. Ну, черт попутал, не иначе! Сейчас попробует поговорить, объяснить. А про Леню он никому не расскажет. Честное слово! Своя жизнь всего дороже. В его горло впиваются острые зубы, определенно нечеловеческие когти вспарывают живот, руки. Он пытается взмолиться о пощаде, но выходит только жалобный стон. «Тише, мой хороший, тише!» Мягко просит шепот. И он замолкает, слышит урчание зверя над ним. Боль заполняет все его сознание. Последней мыслью, которую он успевает осознать, это сожаление за свою бездарно прожитую жизнь. Происходит за четыре года до настоящего момента. В квартире громко работает телевизор. Музыка орет так, что от нее даже у Аси болела голова. Хорошо, хоть надолго она здесь не задержится. Ася методично шарит по сумкам, кошелькам, заглядывает в любое место квартиры, где только могут обнаружить деньги. Находится она не у себя дома. Ася, попросту говоря, ворует. Небольшой улов здесь. Пора отправляться дальше. В следующей квартире ее сразу оглушает лай. Маленькая визгливая собачонка. Как может, защищает свой дом. Пытается укусить Асю, но естественно безуспешно. Ася оглядывает квартиру с одобрением. Дорого, богато. По-любому, она неплохо здесь поживится. Так и случается. Карманы ее сумки и специально выбранных для этого дела мужских штанов в женских ничего толком не засунуть. Приятно пополняются пятитысячными и тысячными купюрами. Прелестно. В каждой квартире бы так. Ася издевательски щелкает пальцем понуса собачонки. Та уже практически задыхается от лая. Бедняга. Давно перестала бы лаять. Будь хоть немного умнее. Ася в следующей квартире. Оглядывается. Как все запущено! Вокруг сплошная бедность. Старые обои. Линолеум под ногами с проплешинами. Мебель такая же древняя. Телевизор, наверное, из девяностых. Жалкое зрелище. Вздохнув, Ася приступает к поискам денег. Надеется найти и тут, чем поживиться. Добыча невелика. Всего 500 рублей. Но, как говорится, сплешивой собаке хоть шерсть и клок. Ася напоследок брезгливо оглядывает и покидает это жалкое жилище бедняков. Происходит за семь месяцев до настоящего момента. Мужчина ест бутерброды перед телевизором, который является единственным источником света. Ехидно комментирует полуночные разговоры политиков. Встает неохотно с кресла. Опять забыл майонез, есть без которого невкусно. Внезапно телевизор выключается, погружая комнату в полную темноту. Все за черт! Свет, что ли, опять отключили? Недовольно бормочет мужчина, открывая холодильник. Странно, тот работает, как ни в чем не бывало. Похоже, дело не в электричестве. Внезапно за спиной мужчины раздается хлопок, будто кто-то хлопает в ладони. Потом еще один. И еще. Кто здесь хочет спросить мужчина? Да губы его не слушаются, не размыкаются. Никого, кроме него, в квартире же нет. Хлопки сменяются равномерным постукиванием. Оно не кажется мужчине таким уж страшным. Он выравнивает дыхание. Напугавшие его звуки по-любому идут от соседей. Немного успокаивается, тянется за телефоном, испытывая небольшой стыд за свой испуг. И тут воцаряется гнетущая тишина. Словно то самое затишье перед бурей, который становится легкий скрежет в окно. Звук вроде бы и негромкий, но совершенно невозможный, потусторонний. К скрежету присоединяется жалобный шепот. Впусти меня. Впусти погреться. Мне холодно. Накорми, впусти. Мужчина испытывает настоящий ужас. Он выбегает из комнаты, спешит в сторону ванной. Запирается там, не забыв предварительно включить свет трясущейся рукой. Быстро крестится, он уже в темноте. Роняет телефон, ползая, поднимает, спешно выбирает, кого набрать. Палец замирает на номере полиции. Думаешь, они помогут? Протяжно шипит ему прямо в ухо. Мама! Мужчина подскакивает, как ужаленный. Стремительно отпирает дверь, выбегает в коридор, а оттуда ко входной двери. Выбегает на лестничную площадку, как был, в одной футболке и трусах. Этот человек никогда до конца не оправится от произошедшего потрясения. Будет просыпаться в кошмарах, а однажды вообще откажется спать. Забрав небольшую добычу из той квартиры, Ася задумчиво кусает губы. Чувствует какое-то неудовлетворение. Раньше ей хватало страха людей, но теперь одного ей мало. Но теперь одного его ей мало. И зубы чешутся. Она скрипит ими, морщась. Похоже, она голодна. Давно Ася привыкла проходить сквозь стены, жить невидимой для других людей. Проклятие на ней. Как так получилось? Ася смутно помнит. Когда-то она была совершенно другой. За 10 лет до настоящего момента. Ася жила обычной жизнью. Училась в колледже. Хорошо пела. Имела семью, родителей, младшую любимую сестренку, друзей. Она помнила это как разрозненные факты биографии, в которой отсутствовали эмоциональные краски. Судя по всему, Ася была добрым человеком. Однажды сестра тяжело заболела. Ее долго лечили. Родители обращались не только к традиционной медицине, но и ездили по всяким знахаркам, искали народных целителей, пытались найти любое средство спасти своего ребенка. Но ничего не помогло. Жизнь девочки угасала. Ася была этим страшно опечалена, раздавлена. Была готова обменять свою жизнь на жизнь сестры. В конечном итоге так и произошло. Как известно, бойте своих желаний. Выходящую из палаты Асю встретил... кто-то. Сейчас не помнит, кто это был. Этот некто предложил вылечить сестру, но с одним условием. Она, Ася, будет служить ему до скончания времени. Казалось бы, бред сумасшедшего, да? Ася не знала, почему вообще слушала этого незнакомца и послала сразу его далеко и надолго. Наверное, слишком тяжелое у нее было психологическое состояние. Почти не осталось надежд на чудо. Помнит, сказала устало. Если сестра будет жить, я готова на все. Будет. Уверенно ответил незнакомец. Что было потом? Все смазано. Кажется, сестра стремительно пошла на поправку. Родители были счастливы. А она? Что чувствовала она? Счастье точно не ощущала. Ее вообще перестала волновать судьба сестры. Да и к родителям все чувства потухли. Учеба, друзья, планы на будущее. Это все осталось в прошлом. Неважным. У Аси началась другая жизнь. Она нигде надолго не оставалась, перемещалась по заброшенным городским местам, квартирам. Много их таких неустроенных, несчастных пристанищ. Сначала она не понимала, что ей делать с неожиданно обнаруженными способностями. Просто кочевала невидимым странникам по чужим жилищам. Смотрела, как живут люди. Если каждый день есть конфеты, это быстро надоест. Да и зубы испортятся. Ася, говорила когда-то мама. Или бабушка. Нет, то, говорил папа, он, кажется, был стоматологом или инженером. Ася уже не могла вспомнить. Да и не важно это. Главное, ей действительно наскучило просто наблюдать за людьми. Зато она вновь испытала сильное чувство. Почти такое же, как раньше. Конечно, не любовь, кое-что интереснее. Одна женщина выронила из кошелька крупную купюру денег и ушла из квартиры, не заметив. Ася долго смотрела на эту бумажку. Потом подняла ее дрожавшей рукой. Понюхала запах. Вроде бы ничего особенного, но ее сердце билось просто в невозможном темпе. Дрожь бежала по позвоночнику. На лице расцветала дикая улыбка. Ася почти тряслась от охватившего ее тела желания. Вытирала слезящиеся глаза. Понимая, что нашла смысл жизни. Простонала. Да, забирать чужие богатства, хранить их у себя. Ни на что не тратя, никому не отдавая. Происходит за два месяца до настоящего момента. Ася недавно поменяла жилье, поселилась в доме, который давно должен пойти под снос. Но все никак. Даже приезжающая изредка телевидение не помогала ускорить вопрос. Она была не одна, еще несколько семей проживала там еще, на других этажах. Бедняки, которым некуда было податься. Терпели дырявую местами крышу, плесень. Ася-то все нипочем. Она ходит сквозь стены, становится невидимой, когда только захочет. У нее есть целая комната, выделенная под украденные деньги. Там уже почти не пройти, только бочком, зная, как наступить. В комнате не только деньги, еще имеются драгоценности. Например, бриллианты. К сожалению, большие по размеру сокровища у Аси не получалось утащить. Почему-то на них невидимость не работала. Приходилось довольствоваться деньгами и небольшими драгоценностями. Аси всегда засыпает, прижимая к груди слиток золота. Он особенный, ее любимчик. Единственный. Красивее, прекраснее, полноценнее всего, что за всю многовековую историю создал мир. Спит обычно она очень крепко, не просыпается раньше солнца. Но в эту ночь ее будят неожиданные посторонние звуки. Она медленно открывает глаза, прислушивается. Так и есть, звуки шагов. Кажется, двое. Проникли в ее квартиру. На губах Аси расцветает широкая улыбка. Она предвкушает недурные развлечения. Ася неслышно поднимается, делается невидимой. Крадется в сторону воров. Видит их, усмехается, прямо люди в чер... Видит их, усмехается, прямо люди в черном. Карикатура какая-то. Пропускает их вперед. Ей не нравится, как вольготно они ведут себя в ее доме. Машинально начинает кусать золотой слиток. Какой же он вкусный. Пока воры хозяйничают в ее сокровищнице, Ася ест и сдавая тихие, урчащие звуки. До этого момента она не знала, что золото может быть съедобным, когда последний кусочек исчезает во рту и охватывает невероятная злость на мелких воров. Это из-за них она съела свой единственный любимый слиток. Они жестоко поплатятся за это. Глаза Аси полыхают красным, изо рта вырывается удлиненный язык. Как же чешутся зубы, они хотят человеческой плоти. Происходит за месяц и 29 дней до настоящего момента. Ася проснулась, как обычно от лучей солнца. Сладко потянулась, ощущая во рту сильный специфический привкус. Долго придется от него избавляться. Или оставить, не так уж он и плох, можно привыкнуть. Потягиваясь, она задевает лежащее рядом тело. Рассматривает его. Рыжий, весь в веснушках. Лопоухий. Прежний ей пришелся бы по вкусу. Эх, одеяло, подушки теперь воняют. Второго вора Ася оглядывает лишь мельком. Некрасивый, ей не нравится. Слишком широкий, она таких не любит. Их характер ей не понравился. Но не пропадать же добру, надо доесть. Она с легкостью отрывает конечности, разрезает когтями на кусочки, а те уже закидывает в банки. Трехлитровые быстро заканчиваются. Надо будет достать новые, рыжего не во что убрать. Остатки второго вора Ася упаковывает в большой прочный мусорный мешок. Так, еще интересно узнать, кто такая Машка. Наверняка та молоденькая соседка, ушла и девчонка. Слишком глазастая, видимо заметила Асю, когда она входила или выходила отсюда видимой. Одни неудобства от этой человеческой особенности. То ли дело, когти, зубы, невероятно удобное приобретение. Как она только жила раньше без них. А Машка проживет и без глаз. Ну, наверное, проживет. Потеря невелика, это девчонка для мира. Настоящее время. В первой же квартире, с которого в этот вечер Ася начала свой поход за чужими деньгами, ее ждет сюрприз. Ощущает что-то знакомое, приглядывается внимательнее и узнает молодую девушку, плачущую на чужой кухне. Эти длинные, немного вьющиеся светлые волосы, большие голубые глаза, маленький вздернутый носик, рядом с запястьем должен быть крупный шрам. Вместо него сейчас татуировка, цветок. Вроде бы они были похожи, так говорили другие. Только внешность Аси была грубее, не такая утонченная, как у сестры. Давно она уже в зеркала не гляделась, неинтересен нынешний облик. Как же зовут сестру? Аня? Саша? Света? Ася садится перед сестрой на корточке, протягивает руку, проводит воображаемую линию вокруг знакомого лица. Малышка выросла в настоящую красавицу, только, видимо, глупую, иначе не лила бы слезы по тому, кому до нее нет дела. Он просто тебя не достоин! Говорит немного заплетающимся языком подруга сестры. Кажется, она немного перебрала. Ася усмехается. Какие же глупости! Кто кого достоин? Неразделенная любовь. Нет в них никакого смысла, как и в сестре. Все равно она бездарно тратит жизнь, подаренную ей дважды. Ася приближается обратно к сестре, открывает рот, чувствуя, как растут зубы, удлиняются когти. Ой, Малыш, тут чем-то так противно пахнет! Сестра принюхивается, морща свой очаровательный носик. Да вроде нет. Та недоуменно пожимает плечами. А ты случайно не беременная? Сестра смотрит на подругу своими большими глазами, испуганно касается живота. Не знаю. Повисла пауза. Ася думает. Меняет ли возможная беременность ее намерение сожрать сестру? Пожалуй, ответ отрицательный. Огромный зал, некогда богато освещенный. Там и люстра, и светильники, и свечи. Невероятно много света. Теплое сияние добра. Как было когда-то давно. Сначала погасла огромная, с любовью созданная люстра, следом начали моргать, гаснуть светильники. Свечи еще старались держаться, но они казались бессильными перед поглощающей зал темнотой. Теряя свет, помещение вдобавок уменьшалось в размерах. И когда Ася приняла решение самостоятельно оборвать жизнь той, ради которой некогда пожертвовала собой, последняя свеча в ее душе погасла. Осталась лишь узкая, поглощенная мраком, точка. Все тело Аси прондило внезапная резкая боль. Горло першило, не хватало воздуха. Ася шипит, сжимая свое горло руками, острые клыки не убирались обратно, пропарывая ее собственные губы. Шатаясь, она бредет к балкону, сделать хотя бы несколько глотков свежего воздуха. Распахнула балкон, продрав занавески. Ничего не помогало, глотки воздуха не помогали. Охватившие тело жар только усиливался. Ася смотрит вниз, на землю. Головокружение усиливалось. Она трясла пастью, то есть головой. Зрение размывалось. Склизкая щупальца ухватила Асю поверх туловища, тянула ее вниз. Она пыталась перерезать его когтями, но тщетно. Щупальца оплетали все тело, причем было непонятно, кому оно принадлежало. Другому существу или ей самой. Ася осознала, что падает с пятого этажа, сгруппироваться хоть как-то не успела. Последовало сокрушительное падение. Сильная боль. В ее теле не было ни одной частички, которой бы не было бы больно. Она стонет, словно умирающий зверь. Хотя, почему словно? Она и была им. Не помнит ничего из прежней жизни, даже своего имени. Она лежит, словно взятая в кольцо старых домов, пустых улиц, темного неба. Существовало ли хоть что-то еще? Если да, то только для других. Для нее в этом мире не осталось ни одной светлой краски. Со всех сторон приближались чудовища. Несмотря на поздний час, она отчетливо видела их силуэты. Маленькие, размером с тараканов, небольших пауков. Крупнее, по типу псов. Большие, крупнее человека. Слышала шуршание ползающих змей. Видела открытые, голодные пасти, горящие неживым пламенем глаза. Отовсюду ощущала гниющее дыхание. Смрад. Слышала шум крыльев. Над старыми домами летели те, кто напоминал драконов. Все они пришли за ней, чтобы она окончательно стала одной из них. Она подняла мутнеющий взгляд к небу. Ни одной звезды. Ей нечем дышать, потому что она в клетке, выстроенной людьми. Зачем они построили эти бесконечные спальные районы? Одинаковые стены, дома. Подобным безобразием они только закрывают огромное, темное небо от тех, кому уже никогда не подняться. Хотят чувство безопасности? Так оно ложное. Если кто-то могущественный захочет, то уничтожит любой дом, любую душу. Что будет с моими сокровищами? Шепчет она сухими губами, пытается ползти. Понимает, что текущая из нее кровь не человеческая. Пока люди живы, сокровища будут множиться, искушать людей, делать новые жертвы. Прошипел огромный змей, он обвивал ее тело не вырваться. Монстры прибыли, чтобы накинуться, да есть то, что осталось от человеческого тела. И когда стихнут последние звуки жуткого пира, новое чудовище окончательно переродится, чтобы покинуть мир людей. Инстинктом его будет вернуться, сожрать, истребить. После полуночи прошлого вечера другое настоящее. Молоденькая девушка выбегает в слезах из подъезда. Оглушительно, громко в тишине ночи хлопает тяжелая металлическая дверь. Девушка в страхе оглядывается, будто ожидает погони, но никто за ней не следует. Девушка немного успокаивается. Медленно идет через двор, утирая слезы с глаз. Слегка дрожит, то ли от холода, то ли от переживаний. Скорее всего, одно наслаивается на другое. Так не хочется возвращаться. Но идти ей больше некуда. Неожиданно наступает на что-то вязкое, опускает глаза и застывает. Это кровь? Откуда ее столько? Под ночным освещением видно разводы, будто кого-то тащили, когда он истекал кровью. Девушка оглядывается, но ничего подозрительного не видит. Только деревья немного покачиваются от легкого ветра. Спокойно на улице. Тихо. Девушка пятится, она всерьез подумывает, не мешкая вернуться туда, откуда убежала. Замечает краем глаза некое движение. Тени. Их много. Чьи? Не понять. Они стремительны, неестественны, снуют вокруг девушки, кажется, над ней кто-то есть. Она пригибается, руками нелепо заслоняя голову. Не может быть! Тени заползают на нее, скользят по рукам, она трясет ими, пытается сбросить. Кажется, кричит что-то нечленораздельное. К ногам девушки ползут новые тени, она разворачивается, делает несколько шагов, но дальше не может пройти. Путь к подъезду перекрыт. Тени поднимаются вверх по дому, опутывают его своими сетями, заглядывают в окна. Девушка жалобно скулит, хочет жаться в безопасный комок, но не может. Если она сделает еще хоть одно движение, тени набросятся на нее. Девушка это понимает по их легкому, но угрожающему шипению. Вам помочь? Слышит она спокойный, четкий, участливый голос. Перед девушкой стоит человек, вокруг него ни одной тени, лишь абсолютная темнота ночи. «Откуда?» Она пытается произнести. «Откуда вы взялись? Минуту назад вас и близко не было!» «Я могу помочь, проводить в безопасное место, только сначала ответьте, на что вы готовы, чтобы избавиться от страха?» Она так устала бояться, реальных проблем, злых людей и того, что сейчас, чего не должно быть в природе. Настолько устала, что лишь бы перестать бояться, готова сама стать чьим-то страхом. А тени, конечно же, не наелись одной получеловеческой плотью, она лишь распалила их голод. Они проникают в квартиры домов, и пока хозяин не призовет их, они будут есть, пить, очернять старые и молодые души, тела, уже до них тронутые мраком. Нехотя уйдут сытые, с полными тяжелыми брюхами, накануне слабого серого рассвета. Ну что ж, друзья, вот так вот, конечно, девушка интересную фишку придумала, складывать баблища в одну конкретную квартирку, я так понимаю, то, что вот этот чел вербует, ну, вот этот, получается, то ли жнец, то ли демон, то ли кто он там получается, он вербует, и вот девушки вот такой вот штукой занимаются, а может даже и парни, так что не воруйте, будьте честными, ставьте большие пальчики вверх, и за вами не придет вот такая вот штукенция, как и всегда услышимся в следующей интересной истории.